здорово сижу я вот держу вот эту гитару которую я считаю одной из ну очень немногих лучших гитар которые когда-либо у меня были и и не могу я у себя из головы выбросить один комментарий который был под видео о коляне комментарий был такого плана что мол типа вот автор доказал что ни одна гитара не может стоить больше тысячи долларов все что больше тысячи долларов это все голимые понты короче и так далее там вы переплачиваете за имя за за еще какую-нибудь хрень и я-то понимаю я понимаю что многие люди вот допустим кто у кого есть гитары типа такого плана кто их руках когда-то держал они-то понимают в чем здесь какие пробелы этой теории но но не все то не все то находятся вот именно в той нише то есть многие из вас скорее всего смотрите и думать о чем может быть и правда и я вот решил пофилософствовать на эту тему сегодня и еще что меня натолкнуло на то что эту тему он может я я сейчас вот только только закончил свою магистратуру буквально вчера мне уже там оценку поставили все закончилось короче девять лет мне вот этого обучения там с нуля до 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 магистра и решил я себе купить часы такие более-менее хорошие какие-то часы что так на всю жизнь типа вот запомнить там вот часы буду носить типа вспоминать и вот тоже меня наталкивает на вот это на такие мысли короче мол типа как могут часы стоит да там больше тысячи допустим долларов если если применять вот такую же теорию и еще еще один пример вот я я покупался покупался ножик benchmark benchmark считается одним из таких лучших ножей американских у меня он даже есть еще там я не знаю с 2004 года по моему у меня был в песках он был всяких пустынных и так далее еще даже вот работает и вот например smith & wesson я я этот smith & wesson это мой там один из первых моих ножей таких нормальных я купил это американский smith & wesson я его разбирал собирал даже запчасти уже новое на него ставил он тупой лезвие уже такое ну совсем практически так точи не точи механизм я менял уже механизм один раз он работает только потому что механизм есть замененный и вот по сравнению допустим с бенч мэйдом этот этот нож еще намного намного лучше острее и так далее к чему я это все рассказал а потому что я вот был в киеве зашел нам какой-то магазин рыбака и увидел практически такой же мой бенч мэйд но зам за 20 долларов на китайский короче алиэкспрессовская говнище и вот я его взял посмотреть по сравнению с моим с этим этот он сделан из углепластика но из которого болиды там делает формула-1 и так далее красное дерево там какое-то ну и механизм понятно и самое главное что для сталь это d2 там у сборной серии бенч мэйд нож и вот я смотрю на такой же но что у сборной серии китайский и совсем по-другому чувствуется тяжелее то очень легкие ножи тут вообще совсем тяжелый короче сталью так вот уже сразу тогда там трогаешь там он не заточена на затачивать понятно нам другая сталь так далее и вот это все что я наговорил сейчас в кучу короче с гитарами всовывать и с часами это вот примерно одно и то же то есть есть гитары самые дешевые допустим взять колена это подделка это чистый фейк это как вот это фейковый нож или фейковый rolex он свою свою задачу может выполнить да вот возьмете этот же фейковый rolex нацепите он время будет вам показывать возьмете тот же фейковый нож но там отрежет что-то там рыбу почистить им можно будет или кадюки голову отрезать также вот с коленом цели на нем какую-то ноту можно там а даже даже если так вот посмотреть то может даже и и что-то интересное потому что он не стандартная гитара я вообще не называю гитара я называю это что гитара подобное можно из него какую-то там ноту интересную красивую но так я же говорю видео на ютюбе их куча как люди там на рельсу струны натянут поставят звукосниматель тоже что-то интересное на лопату там и на кусок забора и так далее на гитару из карандашей стекла из грязи из палок это все более-менее понятно а теперь бы я хотел вот взять вот эту гитару и попытаться вам рассказать почему это одна из лучших гитар которые когда-либо у меня были у меня было очень много так вот фридман фридман гитары я ее распаковывал вам показывал если кто-то уже посмотрел гитары фридман это делается фирмой фридман фридман это чувак который делает усилители ручной работы там ручной сборки бутиковые одни из лучших дешевле 2000 долларов фридман усилители не стоят но он решил делать гитары а для того чтобы гитары продать чтобы быть конкурентоспособным сейчас на таком очень очень большом рынке гитар бутиковых там и так далее реликовых всяких он попросил гроура джексона делать ему гитары причем делать их руками вот эта гитара эта гитара практически полностью была сделана вручную ну состаренная там она уже кто-то помогал но это как сказал ее предыдущий владелец для кого она была сделана он такой музыкант более-менее известным музыкант голливуда у него свои звукосниматели подписанные у него были подписные тары и спи то есть он не сказал что гровер джексон это для него делал и он делаю точно руками ну вот я такой задался вопросом что ж такого в этой гитаре сделал джексон чего не сделал какой-то китаец у всего волосы рай ну во первых что нужно сказать об электро гитарах 2 гитарах наверно в общем какие основные факторы гитары то есть это там звук играбельность и привлекательность гитары да это три основные такие черты в которых есть маленькие там всякие свои нюансы потом если к начинаешь рыться ну то есть что для вас самое главное звук никогда для меня не считался звук самым главным то есть если вы услышали в колене какую-то ноту прикольную которая там как-то прозвучало хорошо это одно но когда гитара абсолютно не играбельная то есть она играет как полное днище этот этот гриф он абсолютно абсолютно ну не гитарный гриф у меня такой таких грифов не было практически уже никогда чтобы он был настолько неудобный настолько он был но вот просто чувствовалось отвращение когда ним играешь эта гитара когда я берешь руки ты чувствуешь ты чувствуешь что ты взял в руки что-то очень 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 стоящие то есть у меня были гитары намного намного дороже чем эта гитара у меня сейчас есть гитары которая намного дороже этой гитары но когда даже их берешь руки вот просто чувствуется что играбельность в этой гитаре и так далее как бы ну немного лучше даже чем того же prs хотя prs они всегда считаются как вроде бы гитары во-первых супер играбельные очень очень красивые и звучат они по-своему этот prs-овский звук то есть почему prs гитара очень-очень так славятся среди среди ценителей гитары так далее допустим гибсон гибсон это играбельность это одна из лучших гитар вообще вот если взять гибсон это оголтелые люди которые никогда толком не брали гибсона может если брали то какой-нибудь неудачный гибсон который там один из пяти тысяч может такой быть они не мурали а то это гитара он играбельный неудобный понятно гибсон это тяжелая гитара это неудобно ее держать но но зато и правильность не хорошие ну и звук понятно гибсона это это чисто гибсоновский звук когда берешь допустим колена в нем есть какой-то звук если бы вы попытались вот в живую там сыграть сравнить там гикну колена с любыми другими гитарами это конечно было бы очевидно для вас но если просто его брать играть нам где-то по отдельности то можно из него какие-то звуки извлечь примочка он совсем что-то не берет даже звукосниматели фендеров ски в нем стоят с американского фендера мочку они берут очень очень плохо но то ладно привлекательность да эти гитары китайские вот эти вот алиэкспрессовские гитары они пытаются вырулить вот на вот этом единственном факторе это привлекательность а привлекательность какая я их называю голимые понты вот это именно голимые понты то есть гитара сделана как фейковая гитара какой-то очень знаменитой гитарой это привлекает и это почему люди ее берут привлекательность этой гитары если так судить то здесь минимальная до привлекательность ну для меня для меня я люблю релики и так далее но это Это гитара побитая, покоцанная, цвета такого, какого-то мэя, абсолютно состаренный гриф. То есть привлекательность этой гитары совсем в другом. Это не во внешнем виде. Это то, что ее руками делал Гровер Джексон. Это то, что эта гитара, просто знаешь, что она будет отличная. Когда берешь, ты убеждаешься, и даже эта гитара еще намного лучше, чем когда ты на нее смотришь. Когда она мне и шла, я о них прочитал, я посмотрел, знал, что это будет отличная гитара. Когда я ее взял в руки, я был приятно удивлен, насколько она разная. Ну так, что вот в этой гитаре? Допустим, дерево. Дерево на деку. Мы возьмем дерево на деку, и вы должны понимать, что такое индивидуальный подход к дереву, а что такое массовая такая, выпуск, массовость дерева. То есть LTD и ESP. Хороший пример, потому что мне очень нравятся гитары LTD подписные. Вот GH600, 600 серия, это подписные, я считаю, одними из лучших гитар, которые можно взять ниже 1000 долларов. У меня была, я ее до сих пор считаю одной из, ну не лучших гитар, но гитар, которые мне очень сильно нравились, которые я любил. И у меня были несколько, штук пять. У меня, наверное, было ESP, Джеффа Хеннемана именно. И хотя я знаю разницу, разница чувствуется, но не настолько она большая. То есть вот этот ваш, те, кто спорят, что аргумент, а действительно ли там в 10 раз, в 5 раз разница больше. Это, вот это уже, конечно, каждый должен судить после того, как они попробуют обе эти гитары и поиграют на них и так далее. Допустим, вот если бы меня спросили, если бы вот кто-то сказал, одна гитара на всю жизнь, или LTD 600, или Джеффа Хеннемана, ну мы там доплатим денег, те до цены Джеффа Хеннемана, конечно, я взял бы Джеффа Хеннемана ESP. Ну если это одна гитара на всю жизнь. Почему? Потому что когда берешь их и играешь на них, есть вот то, что может быть просто так не расскажешь. Это нужно вам попробовать взять и так далее. Это вот как, допустим, этот же ножик, то есть или это Benchmade, там допустим за 250-300 долларов, или за 20 долларов обычный ножик. То есть, как вы объясните разницу между этими ножами? Ну если, конечно, не ссылаясь на вот это, это или мои понты, взял себе китайский ножик и нормально. Или там вот, допустим, швейцарские ножи, или с китайские сравнить. В этой гитаре был индивидуальный подход. Как я вот говорил, у ЛТД, ЛТД это массовость, то есть дерево сушат массово на вот именно вот, допустим, эту серию. Да, там они берут ольху, ольху на, делают деку с ольхи, сквозной гриф, все сушится, все делается. На ESP, на кастом шаповых фабриках индивидуальный подход, то есть человек делает деку специально под эту гитару. Дерево сушится специально под эту гитару, как и на этой, допустим, тоже. Это индивидуальный подход ко всему. То есть, если делается гриф, он делается специально под какую-то гитару, то есть нет вот этой массовости. Массовость это знак качества. Как ни крути, потому что если выпускаешь 10 тысяч гитар, только 5 из них с браком, то это качество. Но, когда подход индивидуальный, это гарантирует качество и так далее. То есть, ну и индивидуальный подход, понятно, это дороже, потому что это время одного человека, это не машины, это намного дольше и так далее. Поэтому люди всегда здесь могут сказать, что так это, конечно, если тебе там Джексон делает гитару, то он будет, понятно, у него стоит дороже, потому что это в Америке, американские зарплаты. Плюс ты еще платишь за имя Гровера Джексона и так далее. Здесь за имя Гровера Джексона в этой гитаре вы ничего не платите, или там не я не платил, или кто ее покупает. Гровер Джексон это вот просто такое имя для того, чтобы была конкуренция. То есть, Фридман с Джексоном звучит. Эти гитары, скорее всего, стоят даже дешевле, чем, немножко дешевле, чем такие же гитары, которые уже сейчас там Том Эндерсон, Джон Сурт, Джеймс Тайлер и такие вот все бутиковые гитары, которые делают типа реликовых, классических, там суперстратов, стратов и так далее. Или даже того же Фендера Кастом Шапа, если его сравнивать вот с Мастер Билд Кастом Шап. То есть, Мастер Билд это когда один человек, как здесь, допустим, один Гровер Джексон делает гитару, тоже ее старит и так далее. В Мастер Билд они будут по 6 тысяч, эти гитары меньше 4 тысяч. То есть, разница есть, эти гитары поднимутся в цене, потому что сейчас они только начинаются и надо как-то зайти на этот рынок. А надо зайти, нужно, чтобы гитары купили, чтобы они разошлись, чтобы о них рассказали друг другу. Но, что касается цен, я вот, допустим, взять рыбку, гитару, которую я, кстати, о которой я поменял мнение в лучшую сторону. С того времени, как я ее взял, я ее с собой брал в командировку, я ее разбирал, собирал, гитара собиралась отлично. Кстати, очень тоже интересный факт, потому что и это на другую сторону, там, земного шара лететь, там, короче, какие-то там должны быть происходить изменения. Но в этой гитаре я совсем чуть-чуть так поправлял анкер. Гриф в этой гитаре отличный, один из таких, ну, более-менее, ну, ладно, я скажу, один из лучших, вот где-то в такой ценовой категории, если не самый лучший. То есть, до 1000 долларов. Эта гитара, она стоит где-то 700 долларов, и многие-многие пишут, что, да, ну, какой там со 700 долларов. Если честно, то я не вижу конкурентов этой гитаре, вот в такой ценовой категории, по именно вот играбельности. Внешний вид, это третий аспект, третий аспект, помимо звука, потому что эта гитара звучит тоже, у нее свой особый звук, так как она облегченная и так далее. Но играбельность и звук этой гитары намного лучше, чем гитары в этой же ценовой категории. Могла бы эта гитара стоить 500 долларов? Может быть. Может быть, она могла бы стоить чуть-чуть даже меньше, не знаю, какая здесь электроника, и каким образом подходили к вытачиванию там грифов и так далее, ручной работы машины, CNC и так далее. Но эта гитара, она, я считаю, достойна этой цены. Что касается этой гитары, да, вот если подходить, то, ну, одинаковые все там, типа как по строению, только чуть-чуть разная форма и так далее. Сам процесс даже по краске гитар может разница быть в 5 долларов и в, ну, 300 как минимум долларов. То есть, какая используется краска, как она наносится, как она сушится, в каких условиях это все производится. Это совсем-совсем, конечно, отдельная тема, на которую можно поговорить, но разница очень большая. Даже если краска будет наноситься вот таким образом, как она наносилась здесь, если она будет наноситься где-то в Азии, то они тоже будут очень дорогие. Это не зависит от того, что там зарплата тех или тех, да. Зарплата, там где зарплаты доллар в день в Китае, или сколько там, 3 доллара в день, где они делают этих калянов, там нет условий, там нет опыта, там нет. Там люди, которые делают фейковые абибасы один день, они потом делают фейковые роликсы второй день, и потом фейковые гитары третий день. Это там нет такого, что Гровер Джексон, который с 70-х делает гитары, который всегда был в гитарном бизнесе и так далее, который хочет, любит творить, как и многие там Том Эндерсон, Джон Сур, Тайлор, Джу Харуа Кангас и так далее. Гриф у этой гитаре, это не просто кусок металлического стержня, а как спицы какой-нибудь вязальной. Кстати, в этой гитаре он еще, гайка, гайка, которую, как мне говорил, мастер, в которую входит анкер, она была раскручена, то есть она туда, ну, там надо было ему, короче, как-то подрезать и так далее. Гайку он менял, потому что гайка была дешевая, ну, то есть самая дешевая, эта гайка, скорее всего, не предназначена была именно для музыкального инструмента, там ее где-то стилей какой-то сняли сюда, там подровняли, чтобы влезло, и нормально. Здесь это все самое лучшее, самое лучшее, что именно должно стоять в музыкальном инструменте, то есть здесь анкер со специальной стали, здесь стоят графитовые поддержки, чтобы его не вело и так далее. Поэтому стоит правильная гайка, правильно она стоит, и может быть, понятно, Гровер Джексон там гайки эти не ставил, но он, по крайней мере, следил за этим процессом. Лады. Лады поставить, вот здесь вот, если как-то описывать разницу между, там, дорогой гитарой, очень дорогой гитарой, да, там какая, там вот эти вот маленькие детали. Я вот в Киеве ходил по Андреевскому спуску, а там продают всякие вот эти вот там, ну, я вот даже купил, почему я купил, потому что человек мне, ну, так честно, он мне все сказал, что, говорит, большинство все фейковое, говорит, вот у меня, говорит, два фотоаппарата Лейка висит, только у меня. Они считаются очень редкими, ну, у меня только два, а там я еще знаю пять, говорит, мне все время их подносят, вот эти вот там всякие нацистские штучки там, ну, я себе взял у него КГБ СССР особый отдел, это, ну, у меня всякой хрени там валяется. Кстати, вот это, вот это вот это пехотный, нацистский какой-то пехотный значок, это мне в Германии еще там внук какой-то дедовский отдал, там что-то за стакан пива. Вот, ну, там вот много на Андреевском спуске, вот это всякое там нацистское, говорят, вот со Второй мировой войны, он мне говорит, скорее всего, нет, не скорее всего, говорит, а все это фейковое. И говорит, что часы, вот видишь, тут лежат там командирские часы, там еще какие-то там Победа, там, вот, короче, часы наручные, вот это того времени, которые считались там, когда-то. Он говорит, хорошие часы, не фейковые. Это где механизм полностью меняется, там, и так далее, заменивается хорошим механизмом, они стоят, там, 300 баксов, и так далее. Здесь мы продаём за 40 баксов, но это, скорее всего, фейковые и так далее. Что это значит? Это значит, что даже вот если оно выглядит как гитара, но в нём внутри нет хорошего ничего, то она и будет стоить дешевле. Даже если бы в колена взяли и всунули всё, что в этой гитаре есть, всунули в колена, пусть хрен с ним, то дерево будет недосушенное. Хотя, по идее, это очень-очень так же много денег стоит, чтобы нормально индивидуально высушить дерево. Дека на этой гитаре стоит как минимум 500 долларов. Не покрашенная. Покрасить её ещё где-то долларов 300, это как минимум. То есть дека покрашенная, состаренная, как она есть, это уже 1000 долларов. И это я так говорю. В общем, то есть 1000 долларов она может стоить в Америке, 1000 долларов, и больше она может стоить в Европе, если, допустим, Джухар Ваканга сделал деку типа такого. В Японии она будет стоить, скорее всего, ещё даже дороже, потому что я там видел реликовые ESP такого стиля. Они там тоже дорогие выходят в Китае, смотря, кто там делает. Но, опять же, у меня всё ещё такое понимание, что это в сарае. А если там есть мастера, как Джухар Ваканга, Том Эндерсон или Джон Сур, то я их не знаю. Но если бы они там были, то они делали, то они просто бы не смогли сделать эту деку в Китае, потому что они бы не смогли купить материалы, они бы не смогли купить это дерево. Это если я говорю вот о тех сарайных, если там Джухар Вакангас где-то в сарае сидел, потому что дерево само по себе это, чтобы его высушить или покупать уже сушёное дерево, это будет стоить очень много денег. Я это всё как мантру повторяю, может быть, для людей, которые... Понятно, я не переубежу тех, кто верят в это, но я, может быть, для кого-то начинающего это расскажу. Гриф вот с этим анкером, со всем тем, что сюда входит, с этими стержнями графитовыми для поддержки. Гриф стоит также где-то долларов 500-600. То есть мы уже где-то на полторы тысячи только в дереве и в ванкере. Ставить сюда лады, лады поставить, чтобы их поставить именно на уровне. А как я говорил, вот эта вот маленькая разница, то есть между плохими ладами и хорошими ладами, это вот как раз где-то 250-300 долларов. То есть их можно поставить, их можно поставить по-дешёвому, их можно поставить по-хорошему, по-дорогому. И разница будет чувствоваться только когда вы будете играть на гитаре. Вы этого не услышите, если я буду играть на этой гитаре в ютюбе и так далее. А это очень большая разница. А потом, как гитара настроится, как гриф будет ровный и так далее. Это же всё тоже вы не услышите, это только вы почувствуете на играбельности гитары, когда её возьмёте в руку. Это также очень трудно объяснить. Но эта гитара практически неиграемая, эта гитара полное говно. Эта гитара одна из лучших, одна из самых играбельных гитар, которые у меня когда-либо были. Вот так сядешь, долгое видео писать. И начинаются звонки всякие. Короче, я буду закругляться с этим видео. Я думаю, я уже так более-менее что-то тут попытался объяснить. Но мораль всего этого, что я сейчас рассказал, это то, чтобы вы не боялись, чтобы вы не ставили себе барьеры, не стояли лицом в стенку, толдычили сами себе, что, мол, типа, гитары не могут стоить дороже тысячи долларов. А если эта гитара дороже тысячи долларов, я её не буду брать, потому что это голимые понты и так далее. Попробуйте, возьмите себе и попробуйте гитару, если будет возможность, и бутиковую гитару, и дорогую гитару. И вот именно подойдите к этому, вот как просто, ну вот как я к Коляну, да, подходил. Ладно, хрен с ним, я знаю, что это будет говно, но я открытый для того, чтобы Колян меня удивил. Понятно, он не удивил ничего. Но вот, если будет когда-то возможность попробовать что-то типа такого, PRS-ов там и так далее, не какого-то там старого, может, американского Fender, который не настроенный, где-то там висел уже в мусторге, а эти гитары, они такие, которые вот висят в мусторге на самой верхней полке, их не трогает никто годами, а потом вы придёте её попробовать, и такие, да, что это такое, там, и вот Les Poli, гитары-то надо настраивать, гитары, которые, ну, на которых играют, они, вот, именно играбельность и так далее, это намного, намного другое, чем вот гитара, которая висит без дела. Вот та. Короче, вот это моё такое первое видео по возвращении. Спасибо всем, кто подписан на канал, спасибо всем, кто поддерживает канал, спасибо огромное всем, кто покупает комплектующие гитарам на струнки.ру и использует промо-код гитарной истории, вы получаете 6% скидку, поддерживаете тем самым канал, спасибо всем, кто подписались на Patreon, был приятно удивлён, что по время моего отпуска несколько человек подписались на Patreon, спасибо за ваши лайки, до следующего видео. На канале гитарной истории только интересные гитары. Здорово! Здорово! Сижу я вот... То есть, можно из него какую-то такую, ну... Это всё... Это всё... До цены Джеффа Хэнемона к ЛТД, или ты сей берёшь... Полот, привет!